Трагедия Хатыни, Тростенца, Зарича и других погребенных под слоем пепла белорусских деревень – это урок всему миру. Именно так почти всегда заканчивается заигрывание с нацистами. Уже который год и в наше время происходит трагедия на украинской земле. И там все те же каратели. Понять, откуда они берутся, помогают рассекреченные архивные документы. Рубрика «Площадка» вашему вниманию. Говорящие головы в Украине считают, что на Россию нужно сбросить ядерную бомбу. У наших границ – диверсионные группировки. Украинское телевидение призывает убивать русских детей, резать семьи, чтобы истребить нацию. В Латвии проходит марш легионеров СС. Понять, откуда эта вся нечисть берется, помогают рассекреченные архивные документы. Из обнародованных недавно материалов советской военной контрразведки СМЕРШ следует, что на командных должностях в карательных батальонах 19-й латышской дивизии СС было немало украинцев. Это их руками уничтожались мирные граждане. Тот же подход используют и сейчас на украинской земле. Западники лишают жизни людей руками бандеровцев и нацистов. А потом, после завершения миссии, уже их бандеровцев пустили бы в расход. На допросах военный преступник, украинец Завалейчук, рассказывал, как лично расстреливал людей. Десятками. Как в том числе в Витебской области только с февраля по апрель 43-го его фашистским батальоном было уничтожено более 200 деревень. Как насильно вывозили население в Латвию. А ценности и личные вещи забирали полицай. Других людей сжигали в домах либо расстреливали. Из показаний другого палача, цитирую, «Мужчины в основном ничего не говорили, а женщины кричали, плакали, просили не расстреливать. Что касается детей, то последние также, стоя у ям, вместе со своими матерями поднимали сильный крик, плакали. Ибо для них было понятно, что их будут расстреливать». Только в Минске, сказал преступник, тогда расстреляли более 10 тысяч мирных жителей. «Некоторые люди после выстрелов еще были живы. Их так и сбрасывали в ямы. И засыпали землю». Каратель рассказал и о том, как в конце июля 42-го с полицейскими оцеплял гетто в Минске. А другие охотились на евреев. Из протокола допроса, цитирую, «За три дня нам удалось выловить свыше пяти тысяч человек. Все они были доставлены нами к месту расстрела и уничтожены в том месте, где были расстреляны предыдущие люди». На смену этим палачам приходили другие, тоже окончившие в Германии курсы СД, службы безопасности Рейхсфюрера СС. «Бригада же допрашиваемого, пояснил он, выехала спецмашинами, душегубками, дальше, в город Барановичи, продолжать истреблять мирное население». В рассекреченных материалах есть показания латыша Робертса Гульбиса. Робертса рассказывал, как в конце июня 42-го примерно в двух километрах от Столина копал ямы. Цитирую. «В тот день я со своими полицейскими доставил туда для расстрела свыше трех тысяч мирных граждан. Среди них было много женщин с грудными детьми. В большинстве своем женщины расстреливались вместе со своими грудными детьми, после чего зарывали землей. Их тоже нередко хоронили заживо». И ведь дело нацистских преступников живет в Украине и сегодня. Прямо в эфире их центрального телевидения призывают резать, убивать русские семьи, детей, истреблять нацию. Призывают даже, казалось бы, на высоком официальном уровне. В нацистском угаре заявляют, что и сами готовы убивать. Цитируют фашистского преступника Эйхмана, того самого, что руководил депортациями евреев и уничтожением их в лагерях смерти. Кстати, к расправам над людьми, используя медиаресурсы, как сейчас в Украине призывали и террористы. Это их методы. Казалось бы, после огромного массива обнародованных фактов о военных преступлениях тех лет, у всего мира должно быть четкое понимание. Любые попытки фашизма, бандеровщины снова поднять голову, должны уничтожаться на корню. Здесь нет оттенков, здесь есть один свет – крови, боли геноцида народу. Заигрывание с националистами заканчивается одним – трагедией. Трагедией Хатыни, Трастинца, Азаричей. Погребенные под слоем пепла белорусские деревни помнят карателей. В том числе украинских. Именно такие палачи, служившие в 118-м полицейском батальоне, никого не жалели. Половине убитых сельчан не было и 16 лет. Сформирован этот батальон был в 42-м в Киеве, в основном из украинских националистов и западных областей. Они прошли подготовку в спецшколах Германии, надели нацистскую форму и поклялись верности – Гитлеру. В Киеве батальон с особой жестокостью уничтожал евреев в Бабьем Яру. Эта кровавая работа стала лучшей характеристикой для отправки убийц в Беларусь в декабре 42-го. Происходящее тогда и сегодня лишь подтверждает важность и своевременность военной спецоперации в Украине. Визжат, чувствующая скорый конец, негодяи. Бьются в истерике. И правильно. Хорошее слово – деноцификация. Субтитры создавал DimaTorzok